всем привет во первых очень благодарен всем за приятные комментарии под предыдущим видео и за то что многие оценили отличное качество озвучки и видео в целом ребят прошлое видео многим понравилось и многие оценили его лайком за два дня ролик набрал тысячу просмотров а это довольно неплохо для нового канала но подписались немногие и без подписки посмотрели почти 85 процентов зрителей я не прошу как некоторые нереальных тысячи лайков и прочее но если вам нравятся наши видеоролики истории и озвучка поддержите видео лайком канал подпиской и не поленитесь оставить комментарий а если каждый напишет несколько комментариев то видео значительно поднимется в поиске я всем стараюсь отвечать и лайкаю каждый ваш комментарий ваша активность это большой вклад в развитие канала поэтому спасибо всем тем кто откликнется на данную просьбу но сейчас время историй трэшовой истории про я же мать не на того нарвалась от пользователей reddit и мгновенная карма поехали эта история произошла со мной два месяца назад я гостил у родственников и по пути назад решил заскочить за продуктами в костка это крупнейшая в вашингтоне сеть супермаркетов там огромное разнообразие продукции фруктов которых нет в моем небольшом городке поэтому я решил воспользоваться шансом и заскочить туда по пути так сказать я вошел в магазин быстро набрал большое количество разных вкусностей направился к кассам людей было очень много в тот вечер и пока я стоял в ожидании своей очереди заметил такую картину на соседней кассе там находилась у женщины в инвалидной коляске а позади нее ребенок это мальчик лет 7-8 и его я так понял мамаша рядом что-то усердно рассматривающее в своем смартфоне и что меня сразу взбесило так это то что ребенок не переставая толкал и ударял свою продуктовую тележку об инвалидную коляску немного откатывал назад и снова ударял было заметно что женщине эти встряски и удары доставляют массу неудобств но она молча пыталась терпеть и не конфликтовать с молодой семьей но я не стал терпеть такого унижения над пожилым инвалидом подошел и вежливо попросил ребенка прекратить это издевательство и маме в свою очередь сказал чтобы иногда смотрела за своим чадом они в телефоне копалась на что мамаша ответила это всего лишь маленький ребенок я не собираюсь его ругать за такие мелочи не лезь куда тебя не просят нашелся тоже сердобольный больше всех нужно что ли своих воспитывать будешь между тем рядом стоящий мужчина ответил ей девушка как вы не поймете ваш ребенок причиняет боль даме в инвалидной коляске на что она резко отвечает я никогда не наказываю своего ребенка я понимаю что ей бестолку что-то объяснять возвращаюсь в свою очередь не проходит и пару минут как ребенок принимается за старое а мать стоит глядя на меня и ехидно улыбается тут мои нервы сдали я схватил бутылку с йогуртом из своей корзины подошел к этой невоспитанной мамашки и открывая бутылку со словами вы уж извините но мои родители тоже меня не наказывали уважать других меня жизнь научила стремительно вылил ей на голову весь йогурт все кто был в очереди на всех кассах а это человек 300 наверно не меньше громко начали аплодировать эта мамаша сгорая от стыда схватила ребенка за руку и ничего не покупая буквально выбежала из супермаркета я не горжусь поступком и не считаю себя героем но думаю я преподал ей хороший урок не очень часто сталкиваюсь с неадекватными матерями но год назад произошел со мной такой случай который я часто вспоминаю и по сей день раньше я работал продавцом в пиццерии попутно принимал заказы по телефону а иногда даже и сам ездил на доставку когда было много работы и курьеры не справлялись но в тот понедельник был обычный рабочий день не особо много клиентов и до закрытия нашего заведения оставалось около часа поэтому я не спеша решил немного навести порядок на своем рабочем месте подготовить кассу к сдаче и так далее как вдруг входная дверь распахивается с таким ужасным грохотом что я от неожиданности испуга ударился головой об стойку резко вставая чтобы посмотреть что случилось если честно в первые секунды мне пришла мысль что кто-то врезался на автомобиле в фасад нашей пиццерии но когда я встал я увидел девушку которая стремительно направлялась в мою сторону держа в руках коробку от пиццы а позади нее шел напуганный ребенок на вид ему лет пять хочу сразу добавить что в такие дни когда клиентов бывает немного я всегда запоминаю всех покупателей которые были на протяжении всего дня но ее я не узнал и далее вы поймете почему наш диалог начался не с разговора а с того что я чудом увернулся от летящей коробки с пиццей я спросил ее девушка вы в своем уме что случилось на что она начала кричать что это не та пицца которая она заказывала и к тому же она испорченная просроченная или что-то в этом роде на тот момент я работал там уже более полутора лет и у нас не было ни одной жалобы от клиентов на плохое качество продуктов а уж тем более на просроченный товар и дама была несколько не в адеквате поэтому начала крушить и кидать все что попадалось ей под руку попытавшись остановить ее и удержать пока она не разгромила весь магазин я почувствовал от нее резкий запах алкоголя в этот момент услышав крики и звуки бьющегося стекла на помощь прибежал наш помощник повара назовем его стив было очень сложно и успокоить даже вдвоем а самое ужасное это то как реагировал на происходящее ребенок стоящий немного в стороне я думал что он вот-вот разревется это было сложно но я старался как можно спокойнее пытаться разрешить данный скандал дабы не напугать ребенка еще больше чем его сумасшедшая мамашка прошло около пяти минут и нам удалось ее немного утихомирить чтобы она прекратила весь этот погром хотя на тот момент она разнесла почти все что было вокруг кричала что мы лишимся работы и обзывала нас такими словами что мальчик закрыл уши чтобы не слышать всего этого я задал ей вопрос как вы вообще можете вести себя так при маленьком ребенке употреблять алкоголь в таких количествах вы в первую очередь мать а судя по поведению вы похожи на пьяного бродягу из неблагополучного квартала только женского пола по всей видимости эти слова и и жестко зацепили она сразу же набросилась на меня со словами что ты можешь знать о слове мать малолетний ублюдок я до последнего пытался ее успокоить и прекратить этот скандал как мог потому что было жаль этого пацана и я понимал последствия для мамаши после всего того что она устроила но стиву надоело смотреть на все это и он вызвал полицию они прибыли на место буквально через десять минут сумасшедшую маму забрали в участок на за ребенком приехала сестра неадекватной девушки не знаю как ей удалось избежать лишения материнских прав но штраф за весь этот бардак как я потом выяснил она заплатила не маленький а именно три тысячи долларов так вот что самое интересное что я оставил напоследок в этой всей истории это то что пицца из-за которой все началось оказалось не из нашей пиццерии а из той что через дорогу от нас я увидел это когда мы убирали весь беспорядок я не мог заметить этого раньше так как коробку я видел только в полете когда она бросила ее в меня я никогда не был в заведении конкурентов и оказалось что все коробки одного желтого цвета и у них и у нас единственное отличие это разные небольшие наклейки сбоку упаковки мало того она облажалась перепутав пиццерии так еще и нарвалась на крупной неприятности как по мне то жаль только ребенка из всей этой истории а мать получила по заслугам немного расскажу о себе так как небольшая доля смысла этого имеет отношение к моей истории мне 32 года я живу в небольшом городе в вирджинии это блэксберг я много работаю и поэтому у меня мало бывает свободного времени у меня есть дочь синди и ей сейчас 9 лет жены у меня нет уже три с половиной года она погибла в автокатастрофе кстати по вине водителя девушки которая мчалась на бешеной скорости в алкогольном опьянении и с ребенком салоне она выехала на встречную полосу движения когда в этот момент там проезжала моя жена направляясь домой от родственников то девушка и ребенок выжили а вот супруга скончалась по дороге в больницу теперь мы остались с дочкой вдвоем когда синди была дома некоторое время назад я всегда торопился домой чтобы приготовить ужин накормить дочь самому перекусить и рухнуть на диван потому что очень много работы и буквально валюсь с ног по приходу домой но вот уже как две недели синди на каникулах гостит у бабушки с дедом на их ферме поэтому я чтобы немного сэкономить времени и по приезду домой сразу лечь отдыхать по пути заезжал поужинать в неплохое придорожное кафе неподалеку от дома в один из таких заездов я заказал еду и сидел в ожидании задумавшийся глядя в окно я заметил как кафе подъехала дама с ребенком и они вошли внутрь в этот момент мне принесли мой заказ и я немного торопясь принялся ужинать время от времени я иногда поглядывал на ту даму с ребенком мне показалось что мама немного не в себе или плохо себя чувствует так как она не очень культурно общалась и выражалась разговаривая с ребенком на мой взгляд мальчику было лет 8 не знаю что они заказали но было понятно что официант принес не совсем то что нужно это дама начала кричать и оскорблять официанта который в итоге соблюдая культурность забрал блюдо и исправил свою ошибку но дама продолжала громко ругаться а ребенок спокойно ужинал не поднимая головы то ли стыдясь то ли побаиваясь чего-то меня это бесило потому что не понимаю таких мамаш которые считают себя настоящей и заботливой матерью а ведут себя как психически нездоровые истерички последней каплей моего терпения стало то что когда официант принес им остаток заказа а именно чай пирожное это мама ша отшвырнула тарелку с остатками супа и брызги попали на его одежду она кричала суп отвратительный за что я вам заплатила деньги за эти помои тут я встал подошел к ним и сказал леди не могли бы вы замолчать вы ведете себя как полная истеричка последние 15 минут не обращая внимания что с вами сидит ваш сын тут она переключилась на меня встала подошла ко мне схватив крепко за край пиджака начала трясти меня и практически плеваться говоря а тебя это вообще не касается что ты можешь знать о воспитании и о детях жалкий неудачник жена тебя бросила наверное потому что ты не достоин иметь семью не знаю совпадение это или какой-то знак но я почувствовал от нее резкий запах алкоголя и понял что она пьяна в этот момент меня передернуло и в голове пронеслись мысли о потере жены из-за такой как она не знаю как я вытерпел и не дал ей по морде до сих пор не понимаю я взял тарелку с остатками ее супа и спросил заплатила ли она за него я ж мать ответила да тогда я выплеснул ей все в лицо сказав тихим голосом ты не мать ты дерьмо она была в шоке а я взял свои вещи ушел из кафе больше я туда не приезжал не знаю правильно ли я поступил решать вам но меня раздражают такие матеря которые строят из себя богинь но на самом деле они очень далеки от идеала что ты думаешь об этих историях напиши в комментариях правильно ли поступили эти парни и если не видел предыдущее видео с подобной темой советую посмотреть ссылку оставлю в описании и в закрепленном комментарии под видео всем спасибо за просмотр и пока